Специалисты Россельхознадзора осматривают хвойные вблизи. Это один из способов проверки качества пушистой красавицы, говорят специалисты. Первым делом цвет. Он должен быть глубоким, зеленым или с голубоватым оттенком. Это говорит о качестве дерева. А вот желтый и оранжевый, очевидно, должен оттолкнуть. Следующий пункт – иголки. Они о качестве расскажут куда больше, чем кажется на первый взгляд. Очень хороший способ проверить елочку. Можно взять елочку, постучать ей об пол. Если иголочка осыпется быстро, значит она тоже так же долго не простоит. Хвою растереть можно между пальчиками. Должен появиться характерный запах, очень приятный. Если нет этого запаха, значит елочка уже срублена давно. Конечно, перед тщательным осмотром деталей нужно оценить и качество самого ствола. Он не должен быть слишком тонким. Для дерева высотой 1,5-2 метра минимальный диаметр – сантиметров 6. На коре не должно быть плесени и темных пятен. А вот наличие смолы, наоборот, хороший знак. Но помимо прочих проверок, можно спросить у продавца документы. У хорошего предпринимателя их с избытком. Полный пакет. Разрешение на торговлю официально. Разрешение по адресу Крупская, 17. У дома все, что надо. Администрация города. Потом товарно-накладная. То, что товар не ворованный, окуплен. Договор купли-продажи. У кого я купил этот весь товар. Потом транспортная. Для водителя фуры выдается обязательно. Потом товарно-транспортная накладная, опять же, для водителя. И извещение в Россельхознадзор, что у нас деревья не больные, не зараженные. Примечательно, что официально в Рязани всего два елочных базара, говорят специалисты. На Крупской и Высоковольтной. Здесь, например, больше 300 хвойных деревьев. Сосны привезли из Пензы, остальные пермские. Продавец рассказывает, что деревья молодые, порубка свежая. Да и обещает, что до 1 февраля этих войны точно не опадут. Поэтому перед покупкой еще раз вспомните все советы, чтобы не быть разочарованным в новогоднюю ночь. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.